Good morning everyone who watching me, and today... Нет, это не то. В общем, здорово всем, кто меня смотрит. Ребят, я реально припас вчера для вас охуенный ролик. Я нашел его где-то вне 2000 ютуба, там пока еще просмотра почти нет. Там вот этот катаку, да, я его даже стирать не буду, потому что этот парень заслуживает того, чтобы реально засветиться, пропиариться тупо бесплатно. Я не знаю, как он, ну, может он тоже у кого-то взял видос и залил, но смысл в том, что это реально охуенный геймплей. Я бы даже вчера не стал вечером заливать, потому что знаю, что его вечером уже никто особо смотреть не буду. Залью сегодня днем, потому что это реально того стоит. Здесь много охуенных вещей, на которые можно посмотреть. Ну, он не крут играет, да, он, ну, может тупит где-то, тут не крутые орки, ну, но есть на что посмотреть. Это самая интересная хуйня, реально, вот, я тупо не пишу. Это самая интересная хуйня, которая, наверное, есть на моем канале. То есть вот этот видос. Это просто, я вчера смотрел, я аж охуел, просто, действительно. Ну, ну, мне было очень охуенно интересно смотреть этот ролик. В отличие от других обзорчиков, это реально охуенная хуйня. Просто. Здесь скиллы он покажет, кстати, засветит какие-то, по-моему, сейчас я вспомню. В конце последний скилл исторический, то есть он засветит. Там тоже такая имба, просто, я не знаю. Блин, тут такие ветки ебанутые, на самом деле. Блин, это... Не, ну, не знаю, как насчет других веток, но вот последняя ветка, это что-то с чем-то. Вообще просто вот эта история, история ветка, это... Must have. Да, он сейчас, короче, листает. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, detonate, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, будет, короче, листать, он что-то там будет смотреть, и много... Много скиллов засветит, вообще, реально. Может, парень не думал, может, ему сказали, типа, а, ладно, хер с ним, типа, показывай. Но это того стоит. Там даже прокачки животных можно полистать, а то я как-то пропустил этот момент, кстати. Как-то сам вчера, но это поздно было. Граук казни восстанавливает больше хп для Грауга. Атаки Грауга приносят больше ярости, ну, мощи. Ты можешь исполнить казнь или крик, чтобы призвать дополнительных карагоров, даже когда твоя мощь не полна. Но она будет... Это действие забирает немного хп, то есть карагора, собственно, на котором ты сидишь. А, убийство врагов, когда в стелсе восстанавливает больше жизни карагора. Вот как? Даже так? Ну, это бесполезно, я думаю. Если ты сел на карагора, то, блядь, обычно, да, мы чувствуем какую-то мощь, поэтому мы идем и просто валим их. Ого! Контр... Контр... Охуенно! Удачный контр восстанавливает... Один выстрел. Че за читы? Алло! Хорош! Блин, нихера там перки реально ебнутые, я как... Вот щас он долистает, я вам просто прочитаю, вы сами там осядьте желательно, потому что если вы стоите, вы упадете и... Я думаю, даже те, кто знал, еще раз охуеют вообще просто... Так, это че? Ты можешь призвать дракона... Это он по фасту листает, но тут можно на стоп поставить и спокойно посмотреть. Вода, вода какая-то лориена восстанавливает что? Восстанавливает здоровье. Вот этот лайфбот, о котором я говорил, самый ебанутый перк. Это, короче, нужно держать вниз, и тогда ты будешь хилить всех рядом находящихся последователей, но это будет забирать твое здоровье. Но это не действует на тех, кто в бледауте. Просто прикиньте, если вы нашли какого-то урука, да, который... Ну, блять, у него охуенные перки, но у него нет ярости, соответственно, его выносят, да? И получается, ты просто ждешь, допустим, если это щитовик, он там 2-3 точки у тебя уже протащил, и вот он уже помирать будет, сейчас его... Ну, ты не хочешь, чтобы его, не дай бог, там, казнили, он упал на коленки, или каким-то образом еще раз сдох. Ты просто подбегаешь рядом с ним, нажимаешь эту хуйню, и отдаешь ему, не только ему, а еще и всех, кто вокруг, рядом находящийся, ты будешь отдавать им еще свое здоровье. Но я даже не представляю, как быстро будет твое отбавляться. Но это не важно, если наше здоровье можно высосать у обычного рекрута, а потом прибежать и отдать хп капитану. Это, согласитесь, это читы какие-то. Потом идет вот этот скилл, ну, типа, убиваешь всех фолловеров, ну, типа, как в первой части. Вот, ты можешь за свою ярость, вот эту эльфийскую, да, типа, как я его называю, режим кольца, ты можешь отдавать эту ярость капитанам, и они будут входить в ярость. Это ж просто пиздец! Если у тебя какой-то капитан, у которого имба перки, но нету ярости, то это изи решается этим перком. Просто, вообще, ну, ну что за хуйня? Я вчера просто, я, я такой, чё, блядь, как это, как это возможно, блядь? Это реально просто пиздец. Блин, я доволен, я уже доволен. Этот геймплей уже себя окупил, просто реально, вот, он не успел начаться, и он уже себя окупил. А потом еще вот этот урок, который, блядь, смотрите, что у него с ртом, у него половина лица полностью изуродована, короче. Как будто, знаете, он какая-то слизь, типа, как будто, я не помню, какой-то злодей был такой, вот, как вот этот, что у него тоже половина лица вот такой-то расплывалась, типа, видите, он, блядь, блядь. Вот, типа, у него там даже зубов нет, видите, нихуя, то есть, он будто сейчас из ям вот этой вылез, которые их делают, поняли? Ну, как в фильме, там, где они в коконе такие влезают, их орки достают, и потом, типа, разрезают. А, по-моему, у него тоже скил, скиллы были, насколько я помню, скиллы ебанутые были, я тоже вам хотел их показать. Не-не-не, это всё было, по-моему. Это всё было, у него, по-моему, один навык какой-то жёсткий. Я его не пропустил? Может, просто... Я мог просто пропустить. Нет, не пропустил. Окей, хорошо. Блин, это просто классно, ребята! Я просто представляю, если взять каких-то... Щитовиков, да, он ли щитовики, это реально можно придумать охуенные изи тактики. Просто, допустим, все щитовики, один командир, который уже будет бафать пехоту, вот этими флагами, будет кричать им, атакуйте одновременно. И потом, ну, я просто... Я просто не понимаю. Допустим, у щитовиков там, да, слейеры, дездроеры, вот эти бомбёры. Ты просто забегаешь на точку, юзаешь эту хуйню, они входят в ярость. Всё, они кидают бомбы, они раскидывают толпу. Они бьются в упор, просто как ебанутые. И командир, он же ж типа бафается тоже, если у него ярость. И у него, опять он рефрешит все свои скиллы, снимается кулдаун, опять прибегает флаг, опять чувак ставит флаг, и ещё с твоей яростью они начинают долбить, долбить, долбить. Это просто жесть. Уже представляю, насколько это будет охуенно. Но, правда, я так и не заметил в геймплее. Ну, он особо и призывать фолловеров не будет, поэтому он не будет юзать этот скилл. Он будет здесь, получается, всё видео, это я так спойлерну, он будет бегать в крепости на карагорах и жрать, короче, всю крепость. Ну, пытаться, по крайней мере, да? Как у него это виртуозно не вышло. Это хорошо Там вождь такой классный С виду Но конечно нам не покажет этого Не ну хп достаточно много Стандартная броня Зачем еще больше Плюс мне нравится этот плащ Который типа из меха Он так классно развивается Просто вообще Не ну другие плащи согласен Это тупая причина То есть другие плащи тоже могут быть То есть они не могут быть Они тоже такие физические Но мне сама текстура нравится Будто он из меха знаете Да сейчас он будет бегать короче И ебашить Самая фишка что карагор действительно может призывать Других карагоров в бой Блин уже это Ну я говорю Это уже Явно Явно в этой игре Можно будет охуенно Времени сбить Урки здесь умные Они чуют тебя за стенами Охуенно капитан Гоблин какой-то Реально Они орк блять Вообще ничего Просто гоблин Что что Райвал В смысле Райвал Типа верно Или что Блин да там такой перк у него был Конечно Он так быстро Правда пролистал Входит в ярость Когда неизвестный Капитан рядом Что Это Блин как Это ж пизде Но я имею ввиду Интересно А игра имеет ввиду Неизвестный Для игры Э Че за хуйня Че Хуял Я имею ввиду Да Да сука Дай договорить Блять Сваливай отсюда Дай покататься На карагора О Карагор наконец-то Кого-то убить решил Ничего себе Это Это че на него Нашло такое Да Дай мне покататься На карагоре Ну Возьми себе Другого Блять Сваливай отсюда Сваливай Кыш Кыш О Правильно Жри его Жри 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 Он вкусный Че он прыгает Он типа Уворачивается От чего-то Че это за обмен ударами Я вообще не понял Вот сейчас Просто Отступает Отступает Ну да Отступай Эксекьюшен тебе зачем Ну Сними у него Большинство ХП Просто А ну Охуенно Че Ну классно Вообще Он пытается как ниндзя, знаете Типа кинуть бомбу и убежать Ну да, здесь конечно Наш косоглазый друг не попадает Но Shadow Strike конечно никто юзать не хочет Да Я говорю Уруки здесь реально не тупые стали Они чуют тебя за стенами За воротами Они даже Вот реально сейчас он будет бегать в крепости Они его будут чуять Потому что он не в стелс режиме ходит Он просто ходит То есть они реально не тупые стали Их реально охуенно бафнули За это очки опыта дают Ого Он пропал, он просто пропал Капитан просто пропал Классно У меня в первой части так было Буквально за угол заходишь И капитан пропадает Да блин, господи Открой информацию Об любом уруке И все тебе будет хорошо Ух ты Что у него железяки в голове Такие рога Блин, такой фан Вообще Я просто реально задумался А что если реально урукам Бафать их своей яростью Не, ну Ярости чаще всего не бывает Поэтому надо будет придумать билд Ну Вообще банальный билд Это высасывание То есть быстрее набирать Казнь А потом высасывать с уруков И это будет давать тебе Эльфийскую ярость А потом за счет этой же Эльфийской ярости Ты будешь бафать капитанов И они у тебя будут Вечно в ярости Это будет просто пиздец Берсерки Вечно в ярости Это же Это как вообще Поднимать просто Ну он типа пытался Стелсом убить Наверное Но у него не очень вышло Он типа упал Как он сдох от двух ударов Как он не пожег Это искрами Искры же пошли Смотрите Вот сейчас Удар И искры И как они не подожгли Смолу Ну ладно 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 Это уже Ну хотя нет Это не прием Кстати Так и должно быть Блять Разве в жизни Искра не поджигает Смолу Ну Искра может Жечь там лес Если он реально Сухая трава Обычная хуйня Как она не может Поджить смолу Которая уже готова Лежит и просто Жидает своей участи Я конечно не пироман Но блять Мне кажется Это так работать Не должно Мародерская крепость Че они там делают Они дерутся Или Че они делают Они угорают Вдруг в друге Стоят и угорают Шедоу страйк Ну можно и выстрел Они че из мяса угорали Я просто не понимаю фиш Смотрите Он бегает Просто по крепости А они реально его чуют То есть Создается Вот этот силуэт По которому они начинают Его выслеживать Видите просто Вот почему он Почему Силуэт создался Он вроде ничего не делал Он просто бегал Может им реально расширили Вот этот типа нюх Который Или прочее дерьмо Его уже нашли Охуеть Просто здесь есть такой скилл Типа у капитанов Типа вы Ищейка знаете То есть Он Он типа Когда встает на твой след Он тебя начинает выслеживать И потом Трубит в рог И к нему прибегает Вся окружная Местная фауна И короче Они начинают ему помогать То есть Такая пати Начинает за тобой бегать И искать тебя А потом Когда не находят Они уже соответственно Тебя пиздят Блин Это очень круто Этот карагор Конечно Слабее Чем Этот Карагор Войны Но Но что поделать Если здесь таких нету Здесь только дикие есть Хотя На самом деле Для меня Он больше похож на Варга Чем на Карагора Не знаю Что там не ассоциация С первым Властелином колец Он даже сдох От ваншота Просто в голову Нихуя Я что-то даже проснулся Не ожидал Что не будет Никаких роликов Реально Я думал Проснусь будет Там опять Тьма крепостей Тьма Прочего дерьма Тьма Баурагов Тьма спасания Негров И в общем Спойлеров До пизды Но Как бы Ничего нету Даже этого Не Ну там один парень Снимает игру Типа Shadow of War Mobile И такое Ну честно говоря Ну если Если уж совсем Делать нехуй Если реально Совсем делать нехуй То И в игрушку Можно посидеть На самом деле Там Дуэль орков Выглядит Реально Очень прикольно Они там Реально Уворачивают То есть Не тупо Они друг друга Махают Да Там Как Какой-то Ну Я не знаю Какие Я просто В телефонные игры Не играю В какой игре На телефоне Они просто Стоят Типа Как дуэли Пиздят Друг друга То есть Пока ХП не закончится У кого раньше ХП не закончится А там нет Они типа Они Уворачиваются Такие От ударов Это прикольно Чё Чё Варх Танцевал Вокруг нас Вальс Какой-то Вы видели Только что Пока мы пытались Его приключить Он вокруг нас Бегал Бля Фан Опа Опа Чирик Тебя мы Сожрём У тебя Тоже Отстань ты Ну Эксекьюшин Его Ну Ну Или так У тебя Ж2 Теперь Карагора Я не верю Что в крепости Был всего лишь Один капитан Который ходил Возле ворот Этого просто Не может быть Тем более Это цитадель Блядь Выглядит Как стелс Убийство Реально Они даже Не проделали Новую анимацию Ну кроме Вот этой Это по стелсу Естественно Работать не будет Ну а Всё остальное Реально Выглядит Будто Это стелсовое Добивание Кстати Это даёт Эльфийскую ярость Вот Вот Вы видели Стелс Стелс Убийство Карагора На Карагоре Просто пиздец Он типа прыгает Попадает на Карагора Он его переворачивает И загрызает ему Глотку Пиздец Охренеть Вот это Да Вот Вот это Просто жесть Интересно На Грауге Работает Ну как бы Не Ну он Вкачал Скил Что типа Стелс Будет работать Против Животных То есть Теперь По идее Когда ты сидишь На Карагоре Стелс Будет работать Даже против Грауга Блин Я просто Представляю Как это Будет Выглядеть О боже Охренен У него Фраза Вступительная Кто ты Вся Вот это Вся Фраза У него Даже Бодигард В имперском Шлеме Фу 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 Он уже Половину Эльфийской Ярости На Карагоре Набрал Не нужно Заряжать Выстрел Чтобы их Освобождать Просто Стреляй Ну ты Меня не Слышишь На самом деле Сука Лучники Арбалетчики Вонючие Он Короче Всех Освобождает А потом Будет Ну кроме Одного А потом Будет Их Приручать Не знаю Зачем Может ему Просто Нравится Но это Все равно Лучше Чем Блять Опять Эти Миссии Бесконечные Миссии С Балрогом С Короче С еще С этим Типа Спасением Негра Баранора Вот этого Нахер Оно нужно Вообще Опа И у нас Еще один Можно еще Призвать Своего Каравора Еще Призывной Будет Эй Ты че Отстань Мы же Друзья Их Можно Просто Так Проучить Слезть И все И на Б Они Звери Довольно Быстро Ломаются Это Тебе Не Вожди Ничего Но то Что Рекруты Научились Драться Даже Против Обычных Варгов Это Довольно Прикольно То есть Они Реально Как видно Они Ничего Им Сделать Не Могут Хотя Они Слабы Очень Смотрите Сколько Они Буквально Пару Ударов И все У них Уже ХП Нет Они Ж без Брони Да Они Слабы Хотя В первой Часть Ну Я сравнил В первой Часть Любой Зверь Мог Надрать Пизды Даже Карагор Мог Ворваться В крепость Если Сталином Под ручку То За Изи Мог Выносить Всю Крепость Просто Если Огромная Толпа Пробелом Выбегаешь Попутно Всех Скидываешь На колени А потом С самого Последнего Загрызаешь И таким Образом Подхиливаешь ХП Ебать Я испугался Я думал Он сейчас В лаву Спрыгнет А я забыл Что они Теперь могут Во второй Часть Лазить По всяким Проводам В общем Ну Короче Как Италион Ну Граук Конечно По проводам Не пролезет Но Карагор Может Блядь Ну Зачем Это просто Имперский шлем Означает Что это Командир Но Я надеюсь Что Нет Ну Точнее Так и Будет Что Не все Командиры Будут В этом Вонючем Шлеме Допустим Я видел Мародер Командира В эльфийской Броне Вот Вот Это Красивый Вот Реально Эльфийская Броня Здесь сделана Просто Охуенно Паркур Паркур Дайн Лайт Просто Он Довольно Слабый На самом деле Вот Этот Баннер Появился Он его Призвал Короче Он Ставит И все Начинают Бафаться Как Конченые Идиоты И начинают Тебе Пиздить Ну Не бей Меня Хватит Хватит Меня Бить Ну Конечно Промазал Да Он Кого-то Убил Но Что-то Как-то Никого Не Убил А Не Он Типа Приказал Своим Капитанам Типа Сражаться С бомжами То есть Типа Восстать Сломать Свою Волю Как В первой Часть Дерись Это Арбалетчики Они тебя На дистанции Наоборот Накроют Че ты Убегаешь Вообще Не понимая Этой Логики Просто На что Он Надеется Ну Ну Как Ты Метко Бомбу Бросаешь Братишка Я Вообще Поражен Все Подчиняй Его Пока Не Поздно И Хватит А Ё Вот Это Было Конечно Вообще Блин У него Такие Классные Зубы Вообще Реально Он Как Челюсти Если Вы Смотрели Фильм Такая Типа Мини Реклама Старого Фильма Челюсти Не Ну Там Конечно На самом деле Размеры Акулы Преувеличены Большая Белая Акула Таких Размеров Буть Не Может Ну Типа Если Они Только Не Намекают Что Это Мегалодон Да Или Типа Того Но Нереально Там Она Очень Огромная Она Там Лодки Переворачивает Это Полный Бред Блин Нихера Ты Ядовитый За лозами Зелеными Клевый А я Забыл Когда Там Конец Видео А я Не Помню Ага Ну В общем Где-то Там В общем Не Ну Согласитесь Этот ролик Реально Лучше Что Было На Геймскоме На Стримах На Прочем Дерьме Здесь Во-первых Можно Скиллы Посмотреть Во-вторых Здесь Можно Посмотреть Как Карагор Казнить Другого Карагора В стелсе А в-третьих Можно Увидеть Охуенный Скилл Возрождение Своих Союзников Ну И Как Б Союзников И Блять Короче Как Оно Блять Называется Союзники И Чтобы Они Входили В ярость В общем Как-то Так Че У меня В корзине Лежит О Понятно Блять Тут еще Говнище Блять Короче Роликов Нет Вы Держитесь Всем Хорошего Настроения Продолжение следует